Для начала мы сосредоточимся на алгоритм, который делает пропорционально Пропорциональных алгоритм есть довольно много разных У них есть разные плюсы и минусы Нужно еще сказать, что такое алгоритм Потому что здесь же есть какие-то такие вкусы Которые, вообще говоря, могут быть произвольной функцией То есть тут не то, что можно алгоритму передать полное описание Вот этого самца Потому что там может быть сколько угодно мелко Сколько угодно мелкие подробности Поэтому нужно просто предполагать следующее Что, во-первых, любую часть может сравнить два куска Какой больше, какой меньше И, во-вторых, вот из этого свойства Если ему дали какой-то кусок То он может его поделить в любой пропорции То есть если ему сказали отрезать там одну энную То он может отрезать ровно одну энную И вот при помощи таких запросов Нужно суметь поделить этот самый шоколад Хорошо, значит, давайте несколько... Вот, на самом деле, правильно называть это не алгоритмами, а протоколами Да, тут здесь протокол означает, как протокол, там, TCP, IP Да, что спрашивают... Есть несколько сторон, у них спрашивают что-то, они отвечают что-то На базе этого спрашивают у кого-то еще что-то и так далее Это не какой-то один центр, который все вычисляет А вот такие распределенные Распределенные процедуры Распределенное общение В результате которого получается некий результат Хорошо, значит, первый протокол будет называться «Один выбирающий» Человек протокол хорош тем, что в нем не нужно заранее знать, сколько вообще будет народу участвовать Да, в частности, можно сначала поделить пополам А потом, да, сначала Алена и Борис поделили пополам А потом пришел Виктор и сказал, что он тоже хочет участвовать в Дирижа А у Алены и Борис уже есть свои части Ну вот, оказывается, что можно дальше поделить Значит, первая стадия Когда есть только Алена и Борис То есть, я думаю, что этот самый алгоритм Один выбирает, другой выбирает Например, Алена Диггет А Борис выбирает Вот, ну вот, они все довольны Но тут приходит Виктор И говорит, что он тоже хочет поучаствовать И хочет получить хотя бы одну треть От съесть воды шоколад Может, ну и знаешь, что нужно делать? Взять одну шестую, просто А как взять одну шестую? Не, яички А кто будет делить? А кто будет делить? А кто будет делить? Вот тут саблирует Каждый из них делит на три части И Виктор берет одну часть Из трех частей Алены И одну часть из трех частей Бориса Значит, как Алена и Борис делят Собирает свои куски на три части Выбирает по одной части Получается, что вот, например, вот так поделила Алена Борис выбрал вот эту Алена выбрала вот эту А потом Алена делит, например, вот так вот А Борис делит, например, вот так И, соответственно, Виктор выбирает одну из двух частей Ну, например, вот это, вот и вот это Соответственно, вот эти две части остаются у Алены И вот эти две части остаются у Бориса Ну, давайте об этом две вещи Во-первых, почему будет пропорциональный дележ И, во-вторых, почему может возникнуть зависть Ну, например, почему Почему Алена получит хотя бы одну треть от всего? Потому что после первой стадии у нее сколько было? Хотя бы половину Да, хотя бы половину И здесь как она будет делить? Да, ну, значит, на самом деле ее интерес Выделить форму на три части Потому что, значит, вот тут вообще Мы предлагаем следующее Что они такие избегают риска И не знают вкусов друг друга Если они избегают риска И не знают вкусов друг друга То тогда, если она поделила не на три части То может так не повезти Что Виктор возьмет когда-самую большую из них И ей останется меньше, чем две трети от одной и второй А если она поделила ровно на три части То, значит, она получит ровно две трети от одной и второй То есть хотя бы одно треть С Борисом точно так же Да, Борис тоже получил хотя бы одну вторую после первого шага Тоже поделил на три части, тоже получил две трети, вот хотя бы одну и вторую А почему Виктор хотя бы одну треть получил? В принципе, с точки зрения Виктора, Алена и Борис могли бы поделить совсем неравномерно То есть с точки зрения Виктора, вполне возможно, что часть Алены в оценят 20%, а часть Бориса в 80% Да, может быть, что-то такое вкусное именно для Виктора, что ему вот эта часть, кажется, что это 80% Но все равно из этих трех частей он выберет максимальную И здесь будет хотя бы одна треть от 20% А здесь будет хотя бы одна треть от 80% Ну а в сумме одна треть от 20 плюс одна треть от 80 это одна треть от 100 То есть хотя бы одна треть Ну что, понятно? Но также, наверное, понятно, что тут завис может возникнуть Потому что если Виктор считает, что вот эта часть 20%, а вот эта часть 80% То тогда вот эти вот две части, оставшиеся у Бориса, для него будут две трети от 80% А вот эта будет одна треть от 100% И одна треть от 100% это гораздо меньше, чем две трети от 80% Поэтому Виктор может завидовать Борису Ну или Алену, если наоборот часть Алены у него была существенной ценникой А могут ли Алены и Борис друг друга начать завидовать в результате? Да, ну какие вопросы? Да, может так получиться, что Алена свою часть форму разделила Поэтому две трети она получит Но может быть, что вот эту часть, которую выиграл Виктор, Алене совсем не нравится А две части оставшиеся у Бориса ей нравятся И тогда, хотя до того, как я пришел, Алена не завидовала Борису После того, как Виктор взял одну треть здесь и одну из них здесь Алена может начать завидовать Бориса Ну и наоборот тоже Да, в любую сторону зависеть возможно Хорошо, но, наверное, вы поднять, как действовать дальше Теперь там приходит Галина Говорит, что теперь надо на четыре части делить Ну понятно, да? Значит, теперь Алена, Борис и Виктор здесь свои куски на четыре на тяжей части И Галина выбирает по одному кусочке на четырех На четыре части Значит, Галина выбирает тоже по одной из четырех Ну и так далее Да, дальше можно по индукциям То есть, если на n поделили Приходит n плюс первый Соответственно, каждый из n свою часть делит На n плюс одну На n плюс один маленький кусочек n плюс первый убирает по одному кусочку из каждой группы И, соответственно, их себе берет Что в этом протоколе хорошо? То, что можно заранее не знать, сколько придет человек Можно заранее не знать, чему равно им Что в этом протоколе плохо? Во-первых, зависть возможна, причем по всем направлениям Да, то есть тут никакое направление зависти не исключено И, во-вторых, здесь очень много операций Во-вторых, смотрите, если здесь n-ная стадия Да, если здесь n-ная стадия То здесь n минус один участник Делят На n частей То есть получается, ну, n на n минус один Примерно n в квадрате Да, то есть примерно n в квадрате разрезов И так на каждой стадии Ну, а, соответственно, всего Значит, всего разрезов Будет порядка 1 плюс 4 плюс 9 плюс так далее Плюс n в квадрате Это, наверное, знаете сколько? Нет, как это? Сумма всех квадратов, да, n Геометрическая Среднегеометрическая Н на n минус один Да, там есть формула Да, в общем, там есть формула n там на n плюс один От на n плюс один Делить на шесть Вот, ну, в общем, это примерно n в квадрате То есть это тоже называется кубическая сложность Это, конечно, не так плохо, как вот здесь Вот Да, это не шесть экспонентов Даже не три экспонента Даже не одна экспонента Но все равно, это куб, куб это больше, чем квадрат Поэтому здесь сложность довольно высокая Ну что же, есть какие-то вопросы по этому протоколу? А кто все понимает про этот протокол? А, ну вроде больше половины Но меньше, чем вот в теоретии